По данным Главного управления МЧС России по Самарской области, с начала 2022 года произошло 36 происшествий на воде. Погибли 23 человека, в том числе двое детей. Трагедии с участием несовершеннолетних произошли на озере Ладное в Кенеле и на озере Подстепновка в одноименном поселении. 53 человека удалось спасти. Для профилактики несчастных случаев ежедневно сотрудники ГИМС проводят проверки несанкционированных мест отдыха. Напоминают жителям о возможных опасностях, раздают информационные памятки и рассказывают о главных факторах, которые могут привести к трагедии. Взрослые люди, да, это алкоголь. Отдыхают с детьми, употребляют спиртные напитки, должного внимания за детьми, естественно, не ведется. Потом беспечность какой-то. У людей есть вера, что с ними плохое не случится. Все чаще становятся такие вот случаи, когда надывают там матрасы, кладут ребенка. Если есть течение, не находятся в это время рядом непосредственной близости от ребенка. Спасатели говорят, на таких пляжах в случае опасности человеку придется рассчитывать только на себя. Многое зависит от самих жителей. Ну, в принципе, каждый человек за себя отвечает. Но сейчас вода теплая, сейчас вполне безопасно. Но главное, чтобы родители следили за детьми и родители далеко не заплывали. В МЧС напоминают жителям. Для отдыха лучше выбирать оборудованные пляжи, где есть спасательные пункты. Акватория разграничена буйками, а дно проверяют и чистят перед началом купального сезона. На территории городского округа Самары действует 10 таких пляжей. В целом по Самарской области их 44. Михаил Гермоленко, Григорий Плешаков. События.